Как происходит нормировка данных? Мы берем некоторый вектор x из наших данных и производим с ним следующие операции. Во-первых, мы вычисляем по всей выборке среднее значение вектора x. Это и будет центр наших данных. Для того, чтобы отцентрировать данные, нам нужно из x вычесть среднее значение. Завершающим этапом нормировки данных является стандартизация данных. Мы вычисляем по всей обучающей выборке стандартное отклонение для каждой из координат и делим каждую координату на полученные значения. В результате у нас получаются нормированные данные. Теперь рассмотрим более сложный случай. Сейчас мы рассматривали с вами ситуацию, когда у нас достаточно простая линейная модель или нейронная сеть, которая состоит всего из одного нейрона. Что делать, когда у нас много слоев нейронов? Ответ следующий. Можно делать все то же самое, но на каждом слое по отдельности. Однако, поскольку у нас сеть обучается, в результате чего у нас средние значения и стандартные отклонения от ботча к ботчу у нас изменяются. Из-за этого нам нужно стандартное отклонение, сигма, и среднее значение мю на каждом слое вычислять отдельно для каждого ботча. Поэтому у нас получается вот такой рецепт по ускорению обучения нейронной сети. Мы берем ботч данных, прогоняем через нейронную сеть и смотрим, что у нас получается на каждом слое. На каждом слое смотрим выходы из этого слоя. Эти выходы мы усредняем по ботчу. То есть из каждого нейрона у нас получилось n результатов, где n – это количество обучающих примеров в ботче. Мы усредняем результат работы этого нейрона по n результатам. И получаем среднее значение по ботчу. Также, после того, как мы вычислили среднее значение выхода из нейрона по ботчу, мы можем вычислить стандартное отклонение выхода из нейрона по ботчу. Вот таким образом. Теперь мы можем произвести нормализацию данных. Сначала сделать центрирование. Из выхода нейрона вычесть среднее значение по ботчу, а затем разделить на стандартное отклонение выхода из нейрона по ботчу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!